Это новости губернии и вот главная тема выпуска. Основной набор. Мы посмотрели, сколько стоят продукты и выяснили, есть ли запас. Юные ивановские боксеры смогли, наконец, выехать из Венгрии и вернуться домой. Да, я видела, что вы плакали после того, как вернулись. Ну да, это слезы, наверное, счастья и эмоциональной разрядки. Мы встретились с тренером Алисой Клименой, которая сопровождала спортсменов и узнали все подробности долгой дороги домой. Как сказались санкции на машиностроителях региона, меняют ли они свои долгосрочные планы? В среду с директорами предприятий встретился губернатор, чтобы обсудить ситуацию на рынке. По инициативе Тейковского благотворительного фонда «Колыбель» мамочки, родившие малышей в день шести двоек, получили подарки. Я в шоке, честно говоря. Просто. Надеюсь, это приятный шок? Приятный шок, конечно. По факту падения наледи на пенсионерку возбуждено уголовное дело. Отвечать придется управляшке, вовремя не почистившей крышу. Шоу «Воды, огня и света» в Ивановском цирке финальные гастроли московских артистов. А теперь об этих и других темах подробнее. В студии Наталья Сергеева. Добрый вечер. Торговые сети «Ашан», «Окей» и «Магнит» на добровольной основе приняли обязательство с этой недели минимизировать наценки на четыре категории товаров первой необходимости. В них входят хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахар и овощи так называемого борщевого набора. «Акей» и «Тандер» ввели ограничения с первого числа. «Ашан» и «Ритейл» с третьего марта. На продукты первой необходимости торговые сети обещают накручивать не более пяти процентов. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. В первую очередь это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в достаточном количестве. По информации руководителей Ивановских торговых сетей, все магазины работают в штатном режиме, дефицита продуктов нет. Департамент экономического развития и торговли области ведет ежедневный мониторинг. Так на 2 марта в гипермаркете «Акей» буханка ржаного хлеба стоит почти 32 рубля. Литр молока можно купить за 39 рублей. Десяток куриных яиц второй категории за 61 рубль с полтиной. За килограмм картофеля в магазине просят почти 40 рублей. Килограмм сахарного песка сейчас стоит 58,5 рублей. Что касается гречки, то 700 граммов крупы можно купить за 64 рубля 50 копеек. И завершает список социально значимых продуктов растительное масло. Цена за бутылку объемом 0,9 литра обойдется в 95 рублей. Мы будем мониторить цены на основные группы товаров. По факту падения наледи с крыши следственный комитет возбудил уголовное дело. Удар глыбы пришелся на пенсионерку, находившуюся поблизости. После чего женщине понадобилась госпитализация. Отвечать явно придется управляющей компании, которая вовремя не почистила крышу. Происшествие случилось в понедельник днем, когда пенсионерка остановилась возле многоквартирного дома на улице Первомайской в Комсомольске. В этот момент с крыши пятиэтажки на нее упала наледь. По словам пострадавшей, в ширину льдина достигала 20 сантиметров. Женщину госпитализировали. Уже в больнице было диагностировано несколько травм. Перелом лодыжки, уши бедра и рассечение руки. Правоохранительные органы рассматривали две версии случившегося. Глыба действительно упала с крыши или же женщина поскользнулась. Падение наледи с крыши здания произошло в результате ненадлежащего оказания услуг и выполнения работ по содержанию ремонта общего имущества данного многоквартирного дома управляющей компанией. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России Павловской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Компания «Профессионал» не откажется от своего проекта построить завод по выпуску дорожно-строительной техники на тысячу с лишним рабочих мест. Он разместится в особой экономической зоне Иваново. Об этом руководство предприятия заявило в среду на встрече машиностроителей с губернатором. А проходила она на территории другого предприятия – «Решки Рус», которая, как и профессионал, производит навесное оборудование. В 2013 году эта компания была организована как стартап. Два человека арендовали небольшую площадку в ангаре по соседству еще с 15 арендаторами. И сами варили и собирали ковши. Сейчас оборот «Решки Рус» – полтора миллиарда рублей. В штате – 150 человек. Особые технологии, особая сталь. Одна из проблем, возникших в связи с санкциями, как раз связана с поставками этой износа стойкой стали. Ее не производят в России. У нас есть некоторые сложности в этом направлении. Мы еще пока не решили этот вопрос. Мы еще не получили финального ответа от наших посещуков. Они обещали сегодня-завтра дать понимание, смогут они поставлять сталь сюда в Россию или нет. На самом деле сталь достаточно интересная, она высокопрочная и может иметь двойное назначение. Одно из назначений – это броня. И поэтому у них на сегодняшний день внутри их страны решается вопрос, можно ли экспортировать данную продукцию. Сейчас предприятие просчитывает альтернативные варианты. О перспективах руководитель рассказал главе региона во время короткой экскурсии по производству. Еще до начала общей встречи с машиностроителями. На ней планировали подвести итоги прошлого года и обсудить текущую ситуацию в отрасли. У нас крепкая очень отрасль в машиностроении. Мужики молодцы. В прошлом году такой приличный был рост производства у всех. Зарплаты повысили в среднем по отрасли. Многие компании наши инвестпроекты реализовали, практически все. Поэтому, конечно, крепкие мужики. Сейчас обсудим планы по развитию, планы с учетом текущей обстановки. А планы по развитию есть амбициозные. Компания «Профессионал» не отказалась от проекта строительства нового завода по выпуску дорожно-строительной техники. Будет создано 1200 рабочих мест. Средняя зарплата работников будет 100 тысяч рублей. Соответственно, этот проект позволит, помимо того, что мы создадим рабочие места, Ивановская область будет более привлекательной. Еще раз повторюсь, это будет уникальный завод на территории России. Таких заводов нету нигде в России. Такие заводы существуют только за границей. Завод разместится в особой экономической зоне Иваново, для резидентов которой действуют нулевые ставки налогов на землю и имущество – транспортного налога. К тому же там есть вся инфраструктура. Проект строительства готов, а плащать его будут на собственные средства. Ввести в строй планируют в конце 2025 года. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Столетнюю жительницу Фурманова оставили без субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплату приостановили, чтобы взыскать с пенсионерки около 9 тысяч рублей переплаты. Отстаивать свои права на субсидию женщина отправилась сама. Несогласная с местной соцзащитой Фурмановчанка обратилась в прокуратуру. Помощь на оплату ЖКХ женщина получала как вдова ветерана Великой Отечественной войны. Социальная защита посчитала, что переплатила пенсионерке около 9 тысяч рублей. Внушительную сумму было решено удержать. Такие действия органов социальной защиты прокуратуры признаны незаконными, в связи с чем прокурор обратился с иском в интересах заявительницы, в который просил обязать орган социальной защиты вернуть истцу неправомерно удержанные денежные средства. Эти требования были поддержаны в суде прокурором в Ивановской области Юрасовым Олегом Анатольевичем. И решением Фурмановского городского суда 1 марта 2022 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Рассмотрено уже три таких дела. Всего только в Фурмановском районе более ста человек обратились с подобными жалобами. В планах прокуратуры провести проверки во всех районах. При этом жителям напоминают, от них требуется заявление для дальнейшего разбирательства. Впереди короткая реклама. И вот о чем расскажем сразу после нее. Юные ивановские боксеры смогли наконец выехать из Венгрии и вернуться домой. Да, я видела, что вы плакали после того, как вернулись. Ну да, это слезы, наверное, счастья и эмоциональной разрядки. Мы встретились с тренером Алисой Клименой, которая сопровождала спортсменов и узнали все подробности долгой дороги домой. Шоу «Воды, огня и света» в Ивановском цирке финальные гастроли московских артистов. Вы смотрите новости губернии и мы продолжаем. Девять ивановских боксеров и два тренера наконец-то вернулись домой из Венгрии. Там проходил кубок четырех стран. Наши спортсмены-юниоры, половине из которых еще нет в 18 лет, выступали в команде России. 27 февраля они должны были вылететь обратно, но воздушное пространство закрыли. Сначала сообщали, что можно будет вылететь домой 4 марта, но спустя несколько часов стало известно, что перелетов не будет вовсе. Ивановская региональная федерация бокса приняла решение везти боксеров домой автобусами. И этот путь был довольно непростым. Героем нашего следующего интервью стала Алиса Климина, тренер, которая сопровождала юных боксеров на соревнованиях. Алиса, здравствуйте. Мы внимательно следили за ситуацией, которая у вас приключилась с выездом из Венгрии. И вот наконец-то вы в Иванове. Расскажите, когда приехали и успели ли вообще хоть немножко отойти от переезда и отдохнуть? Мы приехали сегодня под утро, где-то около 6 утра. Так поспали, но еще адаптация не произошла. Вот полностью, то есть мы не отошли, все равно эмоции еще внутри бурлят, усталость накопленная. Но мы очень рады и счастливы в том, что мы приехали уже в Россию. Все, выдохнули просто. Когда вы туда приехали, какая была на тот момент обстановка? В Венгрии обстановка очень дружелюбная. Но когда соревнования закончились, и Венгрии нас опять же привезли в аэропорт, и оказалось о том, что все вылеты отменили, что Венгрия попала в кольцо. То есть когда закрыли воздушные пространства, лететь через Польшу, через Чехию, через Словакию, они небо закрыли. И Венгрия просто оказалась в кольце. И вылетов не стало. А вот по поводу возможности вылета. Говорят, что стоимость билетов просто зашкаливала. Мы покупали билеты за 7 тысяч. А те места, которые оставались в 10 утра в Аэрофлоте, суммы уже доходили 70 тысяч и выше. И пока мы думали, а у нас есть члены сборной команды России, и их тоже надо было отправлять, как мы думали, что будет еще первенство Европы. И мы готовы были уже хотя бы их отправить, чтобы они готовились к первенству Европы. Но пока мы думали, мы пришли, и билетов вообще не оказалось. То есть даже такие дорогие их скупили, и билетов просто не было уже. А потом сказали, что перелетов вообще не будет. Страшно стало. Страшно. И когда ты еще несешь ответственность не только за себя, но и за других. Получается, автобусом вы из Венгрии в Польшу выехали уже 27 февраля. Да, мы еще в воскресенье, мы уже были ночью в Лодзе, в Польше. То есть и когда мы сравнили ситуацию в Польше и ситуацию в Венгрии, это, конечно, небо и земля. В Польше очень все агрессивно настроены, все машины с украинскими флагами, матерные слова про Путина. В транспарантах говорят о том, какая ситуация сейчас происходит на Украине. Нам сразу же сказали, что все гербы, вся символика Российской Федерации должна быть скрыта. Мы сумки запихивали в мусорные пакеты, заклеивали, покупали кофты. Старались при людях не говорить на русском языке, потому что страшно в случае нападения на российских граждан. Расскажите поподробнее, в Польше вы где и, в общем-то, как находились? В Польше мы находились, мы посреди ночи 27-го числа приехали и 28-го, опять же, ночью, чтобы не привлекать внимание, чтобы так легче было нам перебираться через границу, мы также в ночь поехали уже с Лодзе до Варшавы и с Варшавы до Минска. То есть где-то в 23.30 у нас должен был быть автобус до Минска, до Белоруссии. В Польше мы находились у турецкой диаспоры, турки нам очень помогали, они нам оказали гуманитарную помощь, дали нам лекарства, дали где жить, дали еду традиционную турецкую, нам давали советы, как себя вести, куда не выходить, и поэтому всё было хорошо. Какие советы давали? Что на русском не разговаривать, что лучше говорить, что мы из Словении, что символику всю скрыть, что флаг, герб, надписи России, это для них как красная тряпка для быка. И лучше, конечно, не ходить по улицам, а сидеть в здании, где мы находились. Родители, наверное, там на нервах все тоже звонили. Родители с пониманием отнеслись и по возможности тоже помогали из России, как могли, потому что сайты российские блокируются, у нас информации нет. И поэтому только вот по телефону, когда звонили. Были у вас какие-то проблемы при пересечении границ государств? При пересечении польской границы нас очень долго держали. С нами обращались как с преступниками на повышенной интонации, несмотря на то, что дети спортсмены, и мы никому ничего плохого не сделали, они держали нас на морозе. То есть тяжело было, да. Федерация Боксовской области, она совершила героический поступок, нас за сутки эвакуировали. Я видела, что вы плакали после того, как вернулись. Ну да, это слезы, наверное, счастья и эмоциональной разрядки. То, что мы все-таки вернулись, то, что, слава Богу, мы в России, наши березки, наши дороги, наша грязь, все родное. Алис, большое вам спасибо, что пришли сегодня. Спасибо вам. Тейковский благотворительный фонд «Колыбель» объявил в социальных сетях акцию 22-2022 «Я рожден». Женщинам, которые стали мамами в этот день, вручают подарки от Тейковской «Колыбели». На данный момент их обладательницами стали 11 мамочек, и не только из Ивановской области. Но все подробности у Ирины Афониной. День 22 февраля 2022 года называют днем шести двоек, или днем зеркальной даты. Считается, что родившимся в этот день будет вести. Тейковская «Колыбель» запустила в соцсетях клич, предлагая мамам, родившим деток, в зеркальный день заявить о себе, и будет им счастье. У меня дочка младшая, она родилась в 1982 году. И что? И что, и вроде бы ничего. Но когда ей исполнилось 20 лет, 20 февраля 2002 года, мы были все в небольшом шоке. Потому что 20 лет 20 февраля 2002 года, это просто уникальное какое-то созвездие цифру было. И действительно, она такая у меня безунчик, что ли, по жизни. Елена Силантьева во второй раз стала мамой 22 февраля 2022 года. И если у дочери председателя попечительского совета в дате было 4 двойки, то в дате рождения маленькой Ксюши – 6. Поэтому фонд «Колыбель» вас поздравляет еще раз и вручает вам небольшие такие для вашего ребеночка наши подарочки. Это вот то, что необходимо, конечно. Здесь средства гигиены. Скоро зудки появятся у ребенка. Ну и Захар тут свой отдельный подарок. Маленькая куколка для большой девочки. Старшей дочке Даши 12 лет. Рождению сестры обрадовалась. Я буду помогать. И мама сказала, что будет располагать любовь и на одну, и на Ксюшу, и на меня. А что папа говорили? Папа также. Елена, мама Ксюши и Даша, участница акции, стала случайно. И когда представители «Колыбели» появились на пороге дома с подарками, призналась, испытала приятный шок. Чисто случайно листала Инстаграм. И думаю, почему бы не попробовать, не посмотреть. Ввела все данные, и «Колыбель» откликнулась. Маленькая виновница торжества еще не скоро узнает, что родилась в такой необычный день. Будет ли ей вести, покажет время, но очень хочется верить в хорошие приметы. Эта акция у нас направлена на что? Для того, чтобы как-то общественность вот это все увидела, услышала, и еще раз все-таки обратила внимание на то, что нас мало. С подарками к Елене Силантьевой приехала еще одна мама, родившая дочку в день шести двоек. Это третий ребенок в семье. Старшему Никите 20, средней дочери Ангелине 15. Младшую назвали Аня. Мы рожали в НИИ, в Ивановском. Нас пригласили, потому что зеркальная дата была. Дату мы не выбирали. То есть случилось все, как бы, ну, не ждали, потому что у нас преждевременные роды. Вместе с дедом в качестве волонтера приехал внук Игоря Черемушкина не с пустыми руками. Какая твоя роль в помощи дедушке? Роль? Угу. Ну, помогать ему, перегружать что-то. На момент съемок в Тейковскую колыбель обратились уже 11 мам. Машина с подарками продолжила благотворительную акцию в Иванове. Обращения продолжают поступать, и по всей вероятности процесс не завершится. Впрочем, подарков хватит на всех, заверили тейковчане. Ирина Афонина, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». У ивановцев есть возможность посмотреть одно из лучших представлений страны – шоу «Воды, огня и света». Гастроли московских артистов подходят к завершениям, и все подробности из Ивановского цирка у Владимира Еремина. Именитые артисты на арене Ивановского цирка. Собраны лучшие номера. В центре внимания уникальное представление иллюзионистов. Руководитель программы Анатолий Сокол вместе с сыном в номере, аналогов которому в России нет. Всякий раз зрители провожают артистов стоя, даря им громкие и продолжительные аплодисменты. Щекочет нервы публики и колесо смелости. Мужественные акробаты в киртах с завязанными глазами выполняют сложные трюки на 10-метровой высоте без страховки. Потому что сюда ее просто не придумать, она не предусмотрена, и мы только полагаемся на себя и на партнеров. Еще один сложнейший трюк программы – дуэт на лентах. Воздушные гимнасты на пятках поднимаются под самый купол. Завораживающая чувствительная история о любви мастерски рассказана через сложные акробатические элементы. Это заслуга режиссера. Он увидел в нас какие-то актерские качества. Есть они у нас? И сделали вот такой номер, сделали акцент на реквизит, весь в красном. Должна быть страсть в номере, должна быть любовь, чувство. И такой получился номер. Любимец детей и взрослых – жонглер Анар Джабравилов. На арене появляется дважды. После номера со шляпами зрители увидят его в качестве дрессировщика со своими четвероногими артистами. В течение двухчасовой программы на глазах публики три стихи сольются воедино. Особенно впечатлительных обязательно поразит разнообразие жанров, феноменальные способности московских артистов и, главное, передовые технологии звука и света. Утром я пришел репетировать, и какие-то элементы в нашем суперсвете тоже сделал, как я увидел на Олимпиаде в Китае. Это было потрясающе, но сегодня мы частицу Олимпиады перевезли на наш манеж, на наш суперсвет, на наши суперлюди, на нашу классную программу. Шоу воды, огня и света еще в Иванове. В предстоящие выходные совместный проект Росгосцирка и легендарного цирка Никулина на Цветном бульваре завершает свои гастроли. Кстати, с 1 марта в нашем регионе отказались от части коронавирусных ограничений. Для посещения последних цирковых представлений, QR-код и чек-листы зрителям не потребуются. Владимир Еремин, Сергей Тютин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну и далее новости синоптиков. Расскажем о погоде. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 0,2 градуса. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, нас ожидает небольшое похолодание на пару градусов. А вот осадки маловероятны. Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в 5 лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 34-61-55. И к этому часу все. Напомню, что текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию вы можете присылать по номеру телефона, который видите сейчас на своих экранах, в любой из мессенджеров. Информационные итоги дня подведем уже в 20 часов 30 минут. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова